Меня зовут Владимир, и я приветствую вас на своем канале Две войны. Да, я больше не закадровый голос, а решил обратиться к вам, так сказать, напрямую. Я хочу сказать, что никакого, никакого опыта, абсолютно никакого опыта работы с камерой у меня нет. Как вести себя на камеру, я профессионально не знаю, не умею, но я буду стараться, и поэтому будет много склеек. Вы не ругайте меня сильно, и в конце в комментариях напишите, как вам понравился такой формат или нет, потому что, ну, это достаточно сложно работать с камерой, честно вам скажу, и одно дело, когда ты говоришь видео за кадром, и совсем другое, когда вот на тебя смотрят эти три страшных объектива, и тебе нужно еще что-то в них говорить по делу. Вот, ну, я буду стараться. О чем мы сегодня с вами поговорим? Ну, а поговорим мы сегодня о Курской битве, также известной как операция Цитадель. И поговорим мы о том, почему немцев подвели их же собственные ожидания. Разговор будет идти в основном о бронетехнике. Мы во время разговора будем опираться на вот эту вот книжку дядьки такого. Его зовут Гудериан или Гудериан. Кстати, ну, я называю Гудериан, но слышал и что его Гудериан называют. Значит, этот товарищ является одним из прородителей Блицкрига. Вот, именно он разбил то представление, которое было у немцев о танках. То есть, там такая ситуация была. Германский генеральный штаб, уже Гитлер там был у власти, все эти товарищи были уже давно у власти. И там была такая ситуация, то, что немецкие же генералы воспринимали танки чисто как средство поддержки пехоты. То есть, как то, что мы видели там, идут танки, прорывают линии обороны, танки устраивают котлы. Это все немцы не представляли. Они представляли танки исключительно как единицу поддержки пехоты. Ну, как было там в Первую мировую, то есть, пушка на повозке, там, артиллерия на гусеницах. Так они это и видели. Именно, именно Гудериан придумал концепцию Блицкрига. Именно Гудериан предложил использовать танки как решающую силу. Поэтому его можно назвать смело прародителем немецкого танкового Блицкрига. И, кстати, те самые консервативные генералы, которые не оправдывали ожидания от танков, они спорили с вот, спорили, говорили, что его идея это фантастика, посмеивались даже, вот. Ну, такая, в общем, история. Но мы отвлеклись. Итак, к операции «Цитадель» немцы готовились очень основательно. Ударами с севера и юга на Курск вермахт должен был срезать прогиб линии фронта глубиной до полутора сотен километров и шириной до двухсот. Окружить советские войска и положить начало новому наступлению 43 года. Важнейшую роль в замысле играли подвижные танковые соединения, которые усилили последними новинками немецкого танкостроения в надежде на абсолютное техническое превосходство. Но новые танки ИСАУ не смогли сыграть решающей роли в начавшихся сражениях и, по сути, не оправдали возлагаемых на них надежд. Начнем мы с танка «Пантера». Танк «Пантера», безусловно, был выдающимся танком и одним из лучших творений немецких конструкторов. Этот калибр пушки был меньше, чем у орудий танка «Тигр», по бронебойному действию она его значительно превосходила. При меньшей толщине брони по защите лобовой проекции из-за наклонного расположения броневых листов она превосходила не только «Тигр», но и даже САУ «Фердинанд». Ни один советский танк не мог пробить «Пантеру» в лоб, даже с предельно малых дистанций, в то время как она могла их поражать с полутора километров в любой проекции. Подавляющее большинство современных танковых экспертов, особенно западных, оценивают «Пантеру» как один из лучших танков Второй мировой войны. Канал National Geographic вообще его называет идеальным танком, опередившим свое время. Разумеется, в предстоящем наступлении «Цитадель» «Пантеры» должны были сыграть одну из самых ключевых ролей, то есть там еще были машины, о которых мы дальше поговорим, но основное это вот были «Пантеры», «Фердинанды», «Тигры» они туда притащили, но «Тигры» уже были, поэтому «Тигры» это уже не мейнстрим. Короче, по «Пантерам», значит, в чем была проблема? Проблема, во-первых, танки имели болячки детские, их там дорабатывали, вот, но это доработка времени занимает. Как бы генеральный штаб намекал Гитлеру, что, мол, давай уже пора, потому что они-то прекрасно понимали, у немцев была хорошая разведка. На момент того времени, 43-й год, это еще немецкая авиация, не потерял свой контроль, полный в небе. И немцы прекрасно понимали, что на этом выступе Курском, там выступ вот этот на Курской дуге, вот, ну вот такой вот, он, не знаю, как его нарисовать. И по всему периметру этого выступа советские войска усиленно готовились, они не сидели сложа руки, они не ждали, пока там гитлеровцы придут, и как в 41-м году их окружат, и потом будет котел, как под Киевом. Нет, они не дураки были, они готовились усиленно, и немцы об этом тоже прекрасно знали. Поэтому получалось так, что генеральный штаб, как бы, пинал Гитлера, что, мол, давай мы либо наступаем, либо не наступаем, там разные концепции предлагал. А Гитлер в свое время, тоже у него его можно понять. На одной чаше весов у него сроки, а на другой чаше весов у него готовность войск. Что по пантерам? Во-первых, нужно было время на обучение экипажей. Во-вторых, ситуация складывалась так, что чем больше времени он медлит, тем сильнее советская оборона на выступе. Но, с другой стороны, чем больше времени он медлит, тем больше его войска насыщают с опытными танкистами, пантерами и прочими там вундервафлями. Там много чего было интересного, мы дальше еще об этом поговорим. К началу наступления удалось сформировать только 39-й полк, насчитывающий 204 машины в двух батальонах. 5 июля вермахт перешел на наступление на широком участке фронта. 39-й полк был на острие атаки и первоначально добился успехов. Надо сказать, что в центральной битве под Прохоровкой пантер не было. Есть такое заблуждение, что они там были, но на самом деле они наступали на три десятка километров западнее, на позиции 1-й танковой армии Катукова. А вот, кстати, оценка пантеры именно с советскими специалистами. Наиболее современным немецким тяжелым танком следует считать танк пантера, который, при общих его технических и конструктивных недостатках, обладает мощным вооружением с совершенной оптикой, сильной броневой защитой лобовой части танка и башни, хорошей маневренностью и удовлетворительной проходимостью, современной трансмиссией. Любопытно, что хотя пантеры создавались в первую очередь для борьбы с Т-34, первое боевое столкновение произошло с американскими танками. Их контратаковал 245-й полк РПК, имевший на вооружении 12 средних танков М3, генерал Ли и 27 М3, генерал Стюарт. Исход боя был очевиден. Генералов пантеры просто расстрелялись двух километров, не дав их приблизиться, и заняли пару населенных пунктов. Это и было, наверное, самым, ну, самым значительным успехом, потому что уже на другой день, так, этих пантер было остановлено частями третьего мехкорпуса, по-моему, да, третьего мехкорпуса. И они, третий мехкорпус, имели на вооружении, там, Т-34 у них были, противотанковая артиллерия. Что интересно, потери среди пантер, они были не только от противотанковой артиллерии или от танков, они были и на минных полях очень большие. Помимо этого, еще по техническим причинам они ломались, и, ну, поломок было много. Если подводить общие итоги, боевой дебют оказался довольно неудачным. Из участвовавших в сражении на Курской дуге уцелело не более 5% пантер, еще 22% удалось впоследствии восстановить, а остальные были уничтожены. Одной из основных причин неоправданных больших потерь стало неправильное тактическое применение. Излишне, понадеявшись на техническое превосходство, пантеры бросили в наступление, как танк прорыва, хотя по совокупности основных показателей это ярко выраженный оборонительный танко-истребитель. Ну, а дальше мы поговорим про Сау Фердинанд. В отличие от тех же пантер, которых, ну, которые первый опыт, вот как я сейчас говорил, он был такой не очень, не очень эффективный, то Сау Фердинанд, они оказали на наших солдат на самом деле неизгладимое впечатление. Надо сказать, что в отличие от пантер, появление этих самоходок противотанковых было настоящим сюрпризом, то есть их никто не ждал Фердинандой, но за все время их было выпущено, там немного, там небольшая партия была, их не выпускали, как там Т-4, Т-3, там тысячами, их было выпущено всего около 90 штук. Я не помню точную цифру, ну, 90 штук там плюс. 88-ми нарезная пушка ПАК-43 с длиной ствола 71 калибр, да к самого конца войны могла поразить в лоб все типы танков. А вот его 200-мм лобовая броня из морской стали, взятая из довоенных запасов Кликсмариной, да еще и расположенная под углом, не пробивалась ничем. Разумеется, у супероружия были и свои супернедостатки. В первую очередь это чересчур большой вес, порядка 65 тонн, который ограничивал его проходимость и маневренность, практически исключал возможности его эвакуации с поля боя. Даже банальное повреждение гусеницы становилось глобальной проблемой, и потерявшие способность билиться Фердинанды часто подрывались сами экипажами. Кроме того, при уникальной лобовой броне борта были защищены гораздо хуже, на уровне Тигра. Слангов он был уязвим для противотанковой артиллерии. Но надо сказать, что дебют Фердинандов, как и у Пантера, казался, ну, так себе. Потому что машина эта была, конечно, классная, крутая, но там была такая история, что был такой товарищ, Вальтер Модель, он как раз вот эту тактику там и продумал. По его задумке эти танки использовались как противотанковое средство в основном. Он их выстроил, предлагал им как делать, то есть он предлагал выставлять эти Фердинанды в ряд, и этой линии переть на советские позиции. Но это могло сработать на самом деле в теории, но там не только танки были, вот там помимо танков была еще и противотанковая артиллерия, там были заграждения, минные поля, то есть глубоко эшелонированную оборону, ну, нельзя было прорвать Фердинандами, потому что этого было явно недостаточно. Лобовой атакой им удалось подавить противотанковую артиллерию и выдавить танки, но вот только на минных полях им не повезло. На них Фердинанд был очень уязвим, как и прочая бронетехника. Кроме того, во время прорыва они подставляли борта под фланговый огонь. Тут и артиллерия не опустила своего шанса. В целом, в наступательной фазе особого успеха не было. Но когда немцы перешли к обороне, они попали в свою стихию. Там Фердинанды уже показали себя, там была такая история, что, значит, танкисты полка Фердинандов этих сообщили на полном серьезе, что они, значит, по-моему, 500 советских танков выбили. Ну, относиться к этому серьезно не знаю, ну, как-то такое себе. Но надо сказать, что наши тоже не отставали, потому что там по донесениям, значит, было, что по донесениям они уничтожили, наши танкисты уничтожили 600 Фердинандов. Ну, что тоже было как бы преувеличением, мягко говоря, потому что, как я уже сказал в начале видео, всего 90 было. В общем, решительной роли Фердинанды на Курске-Дуге так и не сыграли. Хотя ветераны 9-й армии говорили, что эти машины там имели какие-то супер-пупер-свойства, там были рассказы про сотни уничтожных советских танков, но вот этот вот самый дядь Кагудырян, который у нас в книге тут лежит, он писал, значит, что не оправдала машина никаких ожиданий и бесполезно она в таких условиях была. На Курске-Дуге получили боевое крещение еще две немецкие САУ, оставшиеся несколько в стене своих более раскрученных собратьев, но тем не менее заслуживающие упоминания. Это САУ Шмель и САУ Шершень. Объединяет их то, что они были разработаны параллельно на базе одного и того же шасси, не состоявшегося проекта унифицированного танка. Проектированием обеих машин занималась фирма Алькет. Обе машины имеют идентичную конструкцию, похожие рубки, но Шмель вооружен 150-мм гаубицей, а Шершень противотанковой пушкой ПАК, как и Фердинанд. Обе пошли в серию в феврале 43-го года, и в Курской битве их успели сделать практически одинаковое количество, около 120 штук каждый. Батареи тяжелых самоходных гаубиц, к которым относились САУ Шмель, начали формироваться в мае 43-го года. Направились они на комплектование самоходных артиллерийских дивизионов танковых дивизий. Поскольку в состав батареи входило всего 6 машин, комплектация частей шла довольно быстрой, и к началу операции «Цитадель» они находились в 10 соединениях, так что боевое применение оказалось довольно широким. Отзывы из войск КАБУ с 43-го года оказались весьма противоречивыми. Они могли решать многие задачи, как при поддержке наступления, так и в обороне, но в мобильности и надежности возникала масса вопросов. Тяжелые противотанковые дивизионы, в которые поступали САУ Шерши, начали формироваться немногим ранее, в марте 43-го года. В состав дивизиона входило 45 истребителей танков. К маю полностью боеготовыми было два дивизиона, которые приняли участие в Курской битве. В бой они впервые вступили в июле 43-го года, на южном фасе, где их советские военные попросту перепутались с тяжелыми САУ и Фердинад. По крайней мере, именно так эти дивизионы обозначены в генштабовской карте 44-го года. Что же касается немцев, то, отмечая достоинство очень мощного и точного вооружения, высказались претензии к надежности и к мобильности, причем это проявлялось еще в большей степени, чем САУ Шмель, так как Шершень был тяжелее. Общей бедой этих двух самоходок было заблуждение, которое было присуще не только офицерам РКК, но и немецким военачальникам. Они все считали, что любая самоходка, то есть это не самостоятельный танк, это больше средства поддержки пехоты, соответственно, использовали ее также. Но она становилась легкой мишенью, по сути, потому что брони там как таковой не было, и их расстреливали, кто кому не лень. Эти самоходки можно было использовать с умом, также в эшелонированной обороне, на хорошо организованных позициях, да, их было можно использовать, но как они использовались на той же Курской дуге, это привело, сами знаете, к какому исходу. В заключение этого ролика мне хотелось бы сказать, что в принципе концепция «чудо-оружие» она была заблуждением. Хоть и был такой товарищ Альберт Шпеер, он сообщал, что, цитата даже у него есть такая, мол, война будет закончена «чудо-оружие». На самом деле это все оказалось не больше, чем раздутый миг для пропаганды. Все мы видели, что было с Маусом, все мы видели, на что Фау-2, там Фау вообще в целом ракеты, на что они были способны. Вот, соответственно, сама эта концепция, она оказалась не дееспособной. Ну, а ролик я хочу закончить цитатой Гудериана. В результате провала наступления цитадель, мы потерпели решительное поражение. Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике, на долгое время были выведены из строя. Их своевременное восстановление для ведения оборонительных действий на Восточном фронте, а также для организации обороны на Западе на случай десанта, который союзники грозились высадить следующей весной, было поставлено под вопрос. Само собой, разумеется, русские поспешили использовать свой успех. И уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к противнику. А как вы считаете, почему была проиграна Курская битва? Свое мнение пишите в комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, все это очень поможет для его продвижения. И пишите, как вам формат с лицом, мне это правда интересно и мне важно ваше мнение. Субтитры создавал DimaTorzok